Добрый вечер. Что такое криптовалюта, мы знаем. Пришло время узнать, где же ее взять. Все просто, нужно майнить. Термин возник от английского mining, что в переводе означает добыча. Хотите виртуальных денег, тогда их нужно добыть. По сути, майнинг — это классическое старательство. Причем в том самом классическом смысле, в каком слово употреблял Джек Лондон. Исходство тем разительнее, что нынешние айтишники через одного — ламберсексуалы, то есть носят окладистые бороды, как это было модно во времена золотой лихорадки. Правда, современным старателям не угрожают ни морозы, ни дикие звери, ни бандиты, только налоговые инспекторы. Майнить значит производить объемные и трудоемкие вычисления, часто не в одиночку, а вместе с товарищами. Причем кооперация не требует личного знакомства. Тысяча майнеров может считать один биткоин и при этом друг друга даже не знать. Криптовалюта — это, напомню, неповторимый цифровой код, вычисленный по сложному алгоритму. Для добычи виртуального золота нужно всего ничего — компьютер, доступ в интернет и недорогое электричество. По правде говоря, зеленые уже должны бы объявить майнеров главным врагом. Старатели планеты расходуют 2 теравата электричества в час — это одна тысячная мирового потребления. То есть майнеры по объему расхода энергии догоняют автомобилистов. Но не все так просто. Сейчас искателю легких денег нет никакого смысла майнить. Прибыль составляет считанные проценты в месяц. И то, если удачно выбрать криптовалюту. Вычисления в попытке найти заветный биткоин съедают в виде расходов на электричество до половины выручки. А ведь еще необходимо производительное, значит, дорогое оборудование. Как в любом старательстве, в майнинге повезло первым. Вторые лишь подбирали крошки. А быть в майнинге третьим можно лишь в ущерб себе, родине и окружающей среде. Именно поэтому декрет о цифровой экономике легализует криптовалюты, но не поощряет майнинг. Стране от него никакой пользы.